Разобравшись простым числом, вернемся все-таки к этому числению. Как я здесь писал S, лучше все-таки писать S от A и N, потому что сюда входит A, число взаимопростое с нейтральным числом N, ну и само N. Это имеется в виду A равно 1. Для S от A и N, вот такая сумма, докажем несколько утверждений. Первое, фактически в нем суть. Если есть два взаимопростых числа, то гауссовая сумма от A и проявление, это гауссовая сумма от A и числа N и умноженная на сумму от A и числа N. Дальше, уже просто очевидной индуцией по количеству степеней простых чисел, из этого следует вот такое утверждение. Если у нас есть число, разложенное в степени разных простых чисел, то вот эта формула фактически сводит задачу к вычислению гауссовой суммы для степени простого числа. Что делать, если бета больше единицы, то мы умеем его уменьшать на нольку. То же самое, если альфа больше, чем число 3, то вот эта формула позволяет уменьшать его на нольку. Для простого числа у нас была такая формула. Помните, S от A, P это и есть символы лежанка A, P умножить на S от 1, P. Это позволяет нам не иметь проблем с вычислениями, то есть заменить A при помощи символы лежанка на единицу. Но для степени двойки надо просто вычислить и все. И та самая формула, если обратно все это вычислить, получится. Поэтому главное, что мы сейчас должны сделать, это доказать первый пункт, третий и четвертый, потому что второй является, наверное, следствием первого. Первое свойство доказываем просто при помощи китайской теоремы об остатках. Если нас интересует сумма по системе вычисления, по-моему, MN, где MN, Z, это простые числа, то можно сделать так, рассмотреть числа вида N, Y, M, Z, где Y пробегает все остатки, ну скажем, не остатки, просто числа от одного до M, Z пробегает числа от одного до M. Возводим в квадрат и обнаруживаем, что когда делишь 2MN на MN, то получаешь целое число. Значит, это вообще можно написать. И здесь получается произведение, а поскольку Y, кстати, независимо пробегают в систему, полную систему по модулю M и полную систему по модулю N, то у нас получается произведение двух сумм. А это как раз и есть S от A, N, M, а здесь S от A, M, N. Первое свойство доказано. Докажем третий пункт. Если есть простое число P, то переход от β происходит к β-2. Здесь еще у нас число P. Очень легко. Любой остаток от деления на P в степени β представим в следующем виде. Y плюс Z умножить на P в степени β-1. Возводим Y плюс Z умножить на P в степени β-1 в квадрат. Ну, Y квадрат, понятно. Удвойное произведение тоже понятно. 4P, A, Y, Z. А вот последнее можно не писать, потому что у меня β больше единицы, а значит β-1 умножить на 2, потому что квадрат в степени больше, чем β. Ну, соответственно, часто это целое число, и значит, E в этой степени единица. Таким образом, нужно посчитать вот такую штуку. Обратите внимание, здесь сумма от единицы до P. В знаменателе стоит P. Значит, это сумма 0, если вот это число не делится на P. И все слагаемые равны единице, соответственно, сумма равна P, если это число делится. Ну, чтобы оно делилось, нужно, чтобы Y делилось на P. Значит, все Y, которые не делятся, я фигуру расходу. Оставляю только Y равно Pt. То есть, посмотрите, раньше было Y, а теперь пишу Pt. T – это любое число единицы до P в степени β-2. Замечательно. Заменяю Y на Pt. P² сокращается, остается Pt². И вот это и есть нужная нам сумма Гаусса. А вот эта сумма равна P. Значит, P вынесла за скобку, все получилось. Следствие. Если вы вспомните вот этот вот 2-й номер, где вы доказали, а где вы его 2-й номер сразу следовали, то из-за того, что мы сейчас доказали, вот 3-й, получается, что для нечетного числа Q можно, ну, просто по индукции, доказать такую штуку. А по Q – это символ якобы умножить на И в степени, Q-1,5 в квадрате, умножить на корень из Q. Я не буду это вычитать, потому что кому не лень, по индукции легко докажете. Теперь осталось, собственно, немного. Вот этот четвертый пункт. Он делает совершенно так же, как мы только что сделали третий. Докажем четвертый пункт. Если альфа больше трех, то сумма гаусса А и 2 в степени альфа в два раза больше, а дворичная сумма для 2 в степени альфа минус 2. Очень просто. Любое число из полной системы вычетов предоставим в однозначном виде у плюс z умножить на 2 в степени альфа минус 2, где у от нуля больше или равно нуля, меньше, чем 2 в степени альфа минус 2, а z это 0,1,2 или 3. Ну, подставляем нашу формулу, возводим в квадрат. Последний слагай мы можем отбросить, потому что альфа было больше трех, значит, больше или равно четырех. Значит, когда вы поделите, будет здесь 2 в степени альфа минус 4. это число целое. Ну, и 2π дает нам как раз единицу. То есть последнее отбрасываем. И все можно переписать в таком виде. 0 уменьшить на роду y меньше, чем 2 в степени альфа минус 2. Вот дальше вот это вот замечательное. И e в степени, то, что здесь было первое слагаемое. А потом вот такая сумма. Заметьте, она сумма четырех слагаемых. Если e в степени а, пи и у не равно единице, то тогда это просто 0. Потому что, скажем, 1 минус 1, 1 минус 1, или что-нибудь вводим, 1 и минус 1 минус. В общем, для корней единицы всегда так. Значит, нас интересует только ситуация, когда вот это вот число делится на 2π. Проще говоря, y должно быть четное число. И в таком случае эта сумма будет равна 4. Вот я уже вместо этой суммы написал четверку, а вместо y четное число. Таким образом, t прибегает значение больше или равно 0, меньше чем 2 в степени альфа минус 3. Ну, только посмотрите. Я вместо того, чтобы писать здесь 4, напишу здесь 2. Но зато перепишу вот это слагаемое и напишу рядом его же, но чуть-чуть в другом виде. В чем здесь идея? Если вы будете здесь вот раскрывать скобки, то получится at квадрат разделить на это ровно то же самое, а все остальное у вас даст единицу. Потому что, знаете, удвоенное произведение как раз сократится, и здесь будет просто е в степени 2π умножить на целое число. Если 2 в степени 2 альфа минус 6, то когда поделите, альфа будет больше или равно 4. Поэтому это очень они равны. И как раз, когда вы посмотрите, то обнаружите, что это и есть сумма гаусса для числа 2 в степени альфа минус 2. Потому что здесь вот первая половина остатков, и вот такие числа прибегают к вторую половину. При помощи доказанной нами формулы легко по индукции получить такую. сумма для чисел а и 2 в степени альфа это минус 1 в степени альфа умножить на а квадрат минус 1 делить на 8, умножить на 1 плюс и в степени а, умножить на корень 2 в степени альфа. Если все, что мы сейчас сделали, объединить и еще воспользоваться квадратичным законом зрительности, то из вот этих вот наших четырех пунктов можно получить окончательную формулу для суммы символ якобы а по n умножить на и в степени 1 с 1 пополам в квадрате корни из n, если n нечетное число, символ а по n умножить на 1 плюс и в степени а корни из n, если n делится на 4, и 0, если n делится на 2, но не делится на 4.